Итак, сегодня на обзоре у нас Audi 100 C4 Модель Audi 100 выпускалась с 1968 по 1994 год выпуска Потом было уже переименование, то есть кузов стали называть А6 Именно эта модель в кузове C4 выпускалась с 1991 по 1994 год В 1994 году она претерпела рестайлинг Там, короче, бампера поменяли чуть, фары поменяли, молдинги в цвет кузова покрасили И дали название новой, это модель А6 Конечно, у них болезнь, короче, вот это вот, вот эти нижние Они здесь резиновые ждут с железками, и они постоянно гниют, то есть их выворачивают Но у нас, конечно, Audi в целом, как сказать, на троечку состояние, на твердую такую уверенную троечку Да, ну у нас когда, как купил хозяин, так и есть, но она на троечку, что сделаешь? Там кузов есть, свои заморочки, там ходовки нету Кому интересно, как перебирать здесь ходовку, ставьте лайки, мы будем снимать, так и быть Вот, здесь что, самое, в принципе, здесь комплектации были вообще разнообразные Итак, пацаны О, вот, держится Ну и смотри, так, ладно, короче, вот, стандартная тема Стандартная тема, на самом деле Мотор, мотор у нас стоит четырехцилиндровый Ну, в принципе, это обычный мотор, как на Volkswagen, такой же вот на Audi Два литра, Паук Стоит продольно Места очень много, потому что здесь модельный, ой, ну, ряд двигателей очень большой Здесь два литра, их три вида Там разные впрыски, там туда-сюда Два и три пятицилиндровый Два и шесть шести V-образный Два и восемь И самый, получается, мощный здесь ставили четыре и два V8 Также ставились турбированные двигатели Два, с объемом два и два литра Здесь, чё сказать, здесь всё просто Здесь, в принципе, Passat, Audi, там не особо там прям разницы много Здесь вот чувак уже у нас схалтурил Вебаста стоит, есть же Вебаста От розетки, короче, втыкаете и прогреваете Ремонтировалась машина Делала, после, чё там сидел, взросельную заслонку меняли Потому что плавали обороты Вот А, не плавали, они там Глохла она А, она даже глохла, короче Паук, это, по сути, говорят, геморрой у нас То есть он забивается, да, постоянно Тистить надо там Вот эта машина Можно сказать, своего рода легенда Потому что у нас их очень сильно любили И просто это, по сути, она модель та же самая Как и 124 модельный ряд, да, Мерс 124 BMW 34 Но она реально больше их всех И она, как бы, вместительный Я не договорил про двигатели Вот такой ряд двигателей был Также у них были коробки 5-ступенчатые И на 4,2 ставились 6-ступенчатая механическая коробка Автоматы были 4-ступенчатые Вот, по кузову здесь только седан И Avant был, универсал Здесь нереальник Салону мы сейчас перейдем Пойдем к багажнику Нереальных размеров багажник Багажник здесь объемом 510 литров А Сюда помещается всякого много ненужного хлама Вот Также есть лючок Который мы уже сломали здесь Там уличка нету Для лыж Очень удобная машина Полноразмерная, да, запаска здесь сидит? Да Полноразмерная запаска И вот мы еще в закромах нашли Вот такую вот ерунду Родную Я вижу, здесь карпетом каким-то обтянули А мы родную Кошли У нас в гараже Вот И вот она будет вот так стоять Кайф Все, кайф Ну, как видите, кузов, я говорю Багажник вообще довольно-таки тяжелый Не работает Стойки еще не работают И как будет такое Ну, довольно-таки удобно Здесь проем небольшой Но зато загружать что-то Либо Озиене тоже не складывается Это на Ауди стоит металлическая Потому что Ну, как она Стенка, да Которую никуда не деть То есть в багажник Вот все, что он есть И здесь бак, да Вот это вот выпирает То, что Как бы Ну, в принципе, большой Но своих нюансов тоже хватает А? Да, здесь бак, кстати, ребят На 8 литров Как на BMW 7 Опа Что у нас здесь? Светлый салон Который очень уже не светлый Он очень грязный Я предлагал хозяину По химчисте Он сказал Не надо Иначе все отвалится Вот Ну, вообще кайф Сидеть кайф В натуре Прям вообще супер Посадка не хуже Чем в BMW Даже скажу Низко как-то Лабаш у него низко Либо сидение высоко поднято Но не суть Неудобно только руль Я говорю Здесь не хватает регулировки руля Сидение очень удобное А вот руль Вот Его бы чуть-чуть Пониже Здесь стоит самая В принципе бедная комплектация Здесь нету электропакета Здесь все механическое Все на аудюхах Именно на сотках Шли очень богатые комплектации Которые были с кожным салоном С черным С бежевым С белым Красивым Были То есть подогревы сидений Климатические установки Электрические есть Но у нас здесь ничего нету Я говорю Здесь Кроме АБС Который да Как бы выключается Включается Но оно здесь так же Не работает как обычно Корректор фар Который тоже скорее всего Уже не работает Электролюк Который работает Что-то здесь все работает Также были комплектации С деревом Здесь как бы попроще Полная панель на них шла Здесь еще три датчика Устанавливались Короче Самая бедная комплектация Но тем не менее Салон как бы Комфортный Такой Большой Да Здесь можно сесть Вот так вот Расслабиться Здесь реально даже Большой человек Поместится вообще На раз Потолок уже перетягивали До Ну до этого Хозяин старых Хозяева Видно там его Перетягивали Ну под кожу Что-то типа под родную Ну кстати угадали Да с цветом Вообще он Как бы не выбивается Как будто даже Я сначала думал Что это родная Ну что хочу сказать Сзади Довольно таки Комфортно Если я говорил В какой машине В Passat Я говорил Что подлокотник Стоит слишком высоко То здесь подлокотник Стоит слишком низко Видимо BMW с Mercedes Короче купили Правильный уровень Подлокотников У них только удобно Сидеть на подлокотнике Потому что здесь Он реально низко Вот Стоит так же Обдув Задних пассажиров Печка смысле Не самих пассажиров Прикуриватель Который тоже Не работает Как это не работает А работает Прикуритель То есть задние пассажиры Могут даже покурить Подсветка Для каждого пассажира Ну довольно комфортное Место Видите Много прям Вот оно Прям здесь На туре Можно я не знаю Можно лежа ехать И кайфовать Вот Машина что Машина семейная В обслуге В принципе Недорогая Но я говорю Еще раз Классом Со 124 И И БМВ 3 4 Конечно Они курят По месту То есть в салоне Здесь салон Реально как В БМВ 7 То есть Очень большой Обширный Как в принципе Был и до этого До этой модели Ц3 кузов Сигара Там тоже салон Был за счет того Что он Вообще Эта модель В своем классе Была самая длинная Да Ауди 100 Ц3 Ну я думаю Это тоже Там 4 800 По моему Она В длину была Вот на дверях Есть такие штучки Как мы говорили Уже в Ауди В А6 В Ц5 Кузове Так и здесь Доводчики Своего рода Механические Доводчики Которых Ну Которые В принципе Просто помогают Дозакрывать дверь Тут два положения Получается Двери И двери мощные То есть Шумоизоляция И Сама толщина двери То есть Здесь довольно тихо Я вообще Как бы Ауди В последнее время Как то Ауди Вольфваген Ну мне казалось Это Не то чтобы одно Но Как то что то На одном уровне А потом будет Еще в обзоре У нас Ауди 80 В Б3 Кузове Так вот На ней Разбирали обшивки Я думаю Здесь они точно так же Наверное Проклеена Шумоизоляция То есть Довольно таки Качественная Короче Сделана Вообще Полностью Дверка сделана Качественная Там Шумка приклеена К самой Обшивки двери Плюс Я говорю Все там Как его Тросики Которые в двери Идут Они все там На пистонах Все короче В аккурат Также эти модели Были квадро Полноприводные Вот полноприводные Вот это вот Ауди Это вообще Равне с внедорожником Даже на вот этой Вот уже Хозяин на свите Там вот Ну это еще После дрифта Решеточки Там Повылетали Все на бампере А вообще Ну Хозяин нас Ездил По снегу Да Когда она гребет Конкретно А если ей поставить Ну Или взять комплектацию С полным приводом Кстати Что заинтересовало Этого владельца Он хотел объем 2.8 И полный привод Потому что Покатавшись на 2 литра На передней Приводе По снегу Он понял Что она может А если она будет Еще 2.8 И полный привод То это вообще Нет преград Для этой машины Ой блин Как гургудит Вот так вот Пацаны Гургудит Со страшной силой Блин Я на механике На легковой Ездил Крайний раз На мазе Да На твоей На дрифте Копюс Ты достаешь До педали Ооо Вообще Какое здесь Мягкое включение Я даже не ожидал Просто почему Я кстати На пассате На пассате Б3 не катался На обзоре Что еще снимали На вольве катался Да Этот Просто реально Меня эта машина Я говорю Удивила Чуть По своей Мягкости Плавности Хода Так сказать Поэтому я это Попросил владельца Дай проехать Блин Ну гургудит Конкретно Ну а руль Вообще Мягкий Руль Мягкий Конкретно Прям Конечно Это Не жесткий Спортивный Руль От BMW Сегодня Не разгон Ничего Это просто Видео Как бы Ощущение От езды Я хотел как на Урале Два Два раза Выжить Короче Не Не кайф Спидометр Не работает Короче Или он работает Он Да Он от 60 Поднимается А я то я медленно еду Он работает только на такой тачке От 60 км в час Откуда Откуда он лезет Не ну кайф Пацаны Кайф Тачанка Ездит Конкретно Я вот сейчас думаю Машину брать Но на механической коробке Перетач Надо привыкать Хоть у пацанов Потренироваться Немножко Блин Передний привод Здесь короче Вообще Мотно Смело Залетать Поворот Особенно На такой резине Мощный Виатти Китай Город Да Китайская резина Виатти Посмотрим Сколько ее хватит Пока что Она еще новая Сезон Отъездил Блин Ну механическая коробка Это смерть По городу Отвечаю Это реально Смерть Ауди Это тема Что я могу Еще вам сказать Идет мягко Разгоняется Быстро Наверное За 300 тысяч Я такую машину Не найду В таком состоянии Даже В таком состоянии Да Если я взял За 500 Да Средняя шляп у нас На эти машины От 500 Наверное Да Средняя 700 Наверное Да Ну вот я имею От 500 И там Наверное Миллиона До До миллиона Где-то Средняя Да Там машины А6 Ну да Там уже А6 Вообще Включение Прям Мягкие Мягкие При том Что кулиса Разбита Да 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 Ты же Он пытается Ахахахахахаххе Короче пацаны Кулиса разбита ГУР Короче Тоже Что-то А Ходовки нету В руль Отдает Но я Чухаю Если эту машину Короче По вот Этим Мелочам По Ходовке И по всяким таким довести до идеала, это будет вот такое автомобиль вообще. Так что берите Audi 100 в кузове C4. Либо в хорошем состоянии, либо готовьте в нее вкладывать бабки. Блин, где тут нет травы? Вложите в нее бабки и будете ездить и радоваться. Разгон снимать смысла нет, там от нуля до сотни. Это уже когда все высохнет, тогда можно снять целую серию уже тех тачек, которые на обзоре были. И снять как они будут ездить, от нуля до сотни разогоняться. Ручник работает? Да. О! А, ну не надо, примерзнай. Да не примерзнай. Да не, примерзнай. Так, свет выключать надо? Да, я включаюсь. Блин, ручки. Все работает, короче. Все удобно, под рукой как бы. Конечно, чуть-чуть далековато для меня. А так вообще кайф. Вот так вот. Ставим лайк и подписываемся на наш канал. Хотите обзор, пацаны, вот этого Passat, вот этого серой мышки? Смотрите, какой четкий Passage, четкий! Интересный, кстати, автомобиль. По своему состоянию. Потому что что не бывает. Продолжение следует...